салют всем ребятки мы в кисловодске вот сейчас я покажу вам квартиру а пока всем привет наконец-то у нас прекрасное солнышко конечно как всегда мы в полном составе там спускается вот настенка сегодня мы гуляем по кисловодску покажем этот классный город конечно сразу скажу что здесь огромное количество места можно смотреть но но мы здесь на один день поэтому посмотрим просто немного но я думаю что это успеет за один день успеет за один день но так вот все выходит потому что есть тайминг но в любом случае мы очень клево путешествуем по кавказу обязательно посмотрите выпуск из пятигорска с эльбруса короче все это гляньте ну а сегодня кисловодск лайкосики чаечек заваривать комментарии пишите поддерживайте и погнали в кисловодске 16 километров до кисловодска но эльбрусом даже не пахнет там кстати не очень погода бы мы в кисловодске вот прям только заехали там короче туча и вот нам куда туда надо ехать по идее там туча думаем что делать друзья мои начнем мы с рум тура мы короче заселились в квартиру кисловодск здесь просто какая-то катастрофа с жильем люди не хотят сдавать на сутки они здесь в основном квартиры берут еще дополнительный гарантированный какой-то депозит им нужен вот это следующая проблема плюс они не заселяют почему-то с детьми но вы нашли одну квартиру спустя время это что нам короче сколько три квартиры мы забронировали приходили отказа 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 вообще вот эти согласились просто я в том что не хотят заселят день в день и уже вечером короче в облом на в общем друзья делаю сразу манту потом будем гулять уже по городу это входная дверь это пятиэтажки по моему что такое короче но одни суть в общем здесь такая прихожка здесь я не скажу что новый ремонт но здесь очень чисто у хозяйки есть статус супер хозяин и очень крутые отзывы у нее 9 из 9 номерошку не отмечаем никогда тоже не отметил она горит так надо за ребенка доплатить мы такие но типа ладно не вопрос 300 рублей попросили доплату короче в прихожке такой стоит как она она и называется прихожая дальше у нас туда вот уходит кухня сейчас покажу здесь у нас туалет ванна все очень и очень чисто по фотографиям я прям короче переживал что везде ковры думаю вот это же сейчас запах будет этих ковров но рискнули поверили отзывам и статусу да в итоге все ковры чистейшие посторонних запахов вообще друзья нету все чисто вон ну сами видите да вот стеклышки короче прям вырегут так дальше значит проходим и на кухню видит переход с одной комнаты в другую просто вместо двери обои таки пауз зеленая кухня уверена вообще по цвет этих яблок здесь стульчики правда по моему только два но где-то в комнате я видел короче газовая плитка но здесь все как обычно ничего как говорится сверхъестественного нету нам чисто на ночь переночевать здесь значит пимозе стали магнитики архы скерч джубга еще что-то там сочи башкортостан екатеринбург салават а она по ходу короче да так воронеж короче ладно холодильник пустой во дворе засада с парковками я он там на улице вот так машину поставил под фонарем короче стоит вот здесь есть микроволновка пожалуйста от настенка готовить нам ужин так ладно пойдемте дальше в кодовость он делай дальше первая комната здесь раскладывается диван ответить я про ковры вам говорил но вы можете даже по видео заметить все они еще чистейший будто только из-за этой скинчистки принесли понятно делать телевизор там окна вот идет шторы да у меня что-то игрушки короче нашел так дальше у здесь есть кладовка дети сразу заходят и говорят мне папа здесь говорит душа нету здесь это стиралка так и вторая комната здесь тоже персидский ковер эти лампы шкафы вот стульчики жгри видел где-то большая кровать холодилка да и кстати вот это второй огромный такой балкон здесь стол вот здесь можно это говорится работать но если так долго снимать но как бы нет ладно это постели на помощь эти влажновато короче вот такая вот квартира получается она обошлась сколько населена нет 73 500 до 3 500 и 300 3 800 но 3 800 мне вернется значит 30 процентов кэшбэка на суточное это короче к суточной делать такой крутой бонус для тех кто путешествует по россии при бронировании вам возвращается 30 процентов кэшбэка друзьям и пользуйтесь я там оставлю ссылочку обязательно переходить по моей ссылке даже выгоднее будет бронировать вот мы в центре славодская пойдемте изучать и начнем мы с курортного бульвара весь курортный бульвар построен либо отреставрирован в такой вообще просто бомбической архитектуре смотрите как здесь классно высадки цветочки а лишь как здорово венец а это видимо отель естественные ресторанчики клумбочки это чё лаванда что ли цветет клево ты сейчас прям в дырку сердце мирошка сел отдыхать и стать вот еще хочу показать этот тоже типа от отель или чё это минеральный спа какой-то и есть часы которые показывают правильно ну как вы поняли наверное здесь наслаждение те кто любит цветочки здесь прям очень красиво ведь сколько высадки 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 кстати там стоит памятник героям медикам пойдемте подойдем и здесь кстати тоже классно сделали таблички qr-код сканируешь и получаешь полную информацию вот так выглядит памятник вот отсюда мы попадаем вот такому роскошному просто зданию посмотрите как она смотрится невероятно красиво это главные нарзанные ванны здесь еще установлен такой зеленый памятник скульптуры да это семьи ну блин выглядит конечно очень круто говорю архитектура в кисловодске просто зашкаливает классно там он поющий фонтан сейчас тоже туда подойдем сейчас поближе подойдем к центральному входу этих нарзанных ванна пока поющий фонтан да рестики здесь вообще шикарный дай бы даже вот глаз скучал по вот этим шикарным шикарным рестиком ведь как красиво а еще прикольно здесь новиковский ресторан и за 642 такой же как в сочи в эмеретинке слева бургерная потом мой ресторан и булочная где мы всегда покупали булочки еще шикардосные ну и собственно вот он вход роскошные главные нарзанные ванны а здесь стоит памятник николая чудотворца покровитель путешественник артем где ты был у николая чудотворца где был где его родине ты был до в турции кто смотрел помните кто не смотрел обязательно посмотрите посмотрите какое прекрасное здание к архитектуры и она отреставрированы и все смотрится очень очень красиво и и приятно смотреть блин вообще слушайте класс да там мед мироша продают и мелод вот октябрьские ванны но сейчас это курортная поликлиника сотрить какая там прекрасно улице какие здания слушайте вообще огромный респект администрации что здесь все отреставрировано все подкрашено здесь прям вообще гулять настолько приятно что просто офигеть можно визит центр это интерактивный музей истории природы парка здесь у нас какой-то еще центр гляньте вот просто даже глазу придраться не на что чтобы вот давно мы не гуляли в такие города где прям пока вообще все идеально но с точки зрения туристического приема до что люди приезжают и вот все таблички все газоны все подкрашено все прям круто-круто-круто а здесь стать информация про деревья ну и не только деревья еще про камни и продолжаем с наблюдать за очень потрясающим просто улицами закрыть какой здесь замок че-то дворец а вообще это фонтан фонтан лягушки дедащий класс здесь вход в это здание и здесь можно попить вот это вот до попить эту водичку мы решили не заходить потому что мы уже куча где пили короче вообще не охотно это отвлекаться но есть вы будете то обязательно до мимо всяких этих штук вообще пройти невозможно все еще в количестве трех детей он пацаны тоже сели одолевать мы купили такие прикольные маленькие книжки здесь их тоже на стримчике в подарки разыграем и классные вообще одну себе купили мы одного заберем эльбрус либо вот такую палатка с ногами или такую ну решим с мамой здесь установлен памятник лермонту и есть пещера демона сейчас подойдем посмотрим туда продолжает сквер а вот этот колоннада но ее нужно смотреть не с этой стороны а стой сейчас тоже пойдем ну и вот он фонтан ну и вот она колоннада очень классно а сейчас я вам включу кадры как она выглядит ночью как же мы скучали по нашим столовкам набрали почти на две тысячи 1700 не ну да это домашний до этого конечно за границу очень не хватает и довольны и отправляемся дальше гулять короче все пойдемте дальше изучать город после беда мы вернулись на туристическое место и продолжаем здесь гулять и все изучать здесь есть куча трейнкуров то есть строго здоровья да вот мы сейчас вот по этой улице где хотели пройтись сейчас пойдем здесь кстати вечером вот в полу сделанной классные подсветки здесь как всегда своя атмосфера о марите сладости да вот магазин вкус нефтяков вот идем я не перестаю удивляться как здесь круто все сделано смотришь на этот дом как будто бы новый но серьезно короче не на какая разница все равно состояние еще прекрасно и да прочим учет куда-то в гору в гору идем на этих трейнкурах куча всего посмотреть можно но мы тоже не будем все смотреть потому что мы здесь на один день вот это здание кстати тоже очень красивая это это филармония и подходим вообще на какой-то ж.д. вокзал здесь и он кстати тоже очень красивый здесь переход к путям и сам вокзал посмотрите в какой потрясающий архитектуре да он сделал вообще красота перрончики вагончики осколок скалы извлеченный из земли в 1823 году при строительстве мясниковского сруба первого колодца вокруг источника нарзана примерно весь камня 12-15 тонн да это вокзал он тоже очень очень красивый не станет что на вокзале стоит ратуша который тоже показать правильное время были я не могу я кайфует этой архитектуры мне она очень нравится здесь стать есть где-то дача шаляпина сейчас мы ее найдем и посмотрим но такую дачинку я еще не видел по моему никогда знакомьтесь это дача шаляпина а кто такой шаляпин настенки сейчас расскажет давай это оперный певец он приезжал сюда со своей семьей отдыхать и говорят местные когда он распивался все собирались и слушали его однажды он гулял на проспекте на курортном и там был уличный артист который пел у него не было денег ему дать дает подать ему денег не было его с ним стал рядом остался вместе пить люди стали собираться и давать деньги этому мужчину вот такие какие-то истории интересные туда можно зайти туда вышел этот мужчина вот открытые ворота там можно походить что-нибудь посмотреть хранилось все с тех времен там старинная мебель это все короче есть что пойдем туда но можно было бы сходить я не знаю дети высидят да они высидят конечно я думаю мы не пойдем в общем друзья мои пошли мирошка отпускайте вообще друзья мои поход на эту дачу оставляем за вами вот установлен памятник солженицына 1918-1008 год а вот возле дачи посмотрите какое на горе стоит потрясающее здание причем она кирпичная а сверху обито деревом и хочу обратить ваше внимание на то чтобы посмотрите какие панорамные окна там установлены в те времена доставили какие мы оттуда-то откуда-то пришли хорошо что там есть для колясок специальные подъемчики нас впереди ждет национальный парк кисловодский площадь смотрите 960 почти 966 гектаров теренкуров 24 километра это просто вот про что я говорю тут роба здоровья просто трындец эталон воздуха нарзан источник но здесь ничего нету в плане для колясок подниматься каскадная лестница 1936 года там наверху колоннада каскадная лестница конечно вообще безумно и красивая но от мои все мои уже не пойдут потому что обед мирошка хочет спать идем только вот с радюшкой да и поднимемся посмотрим что там наверху и дальше мы не осилим здесь нет никаких приспособлен коляс оттащить это та еще история он грю любители цветочек здесь вообще кайфанут знаете как здорово все единственное что не радует на этой каскадной лестнице это то что все фонтанчики выключены а если было бы здесь все включено представлять как было бы здесь круто дорогих последний мы делаем шаги друзья мои и посмотрите на какую смотровую площадку мы поднялись вообще просто круто родик нам еще спускаться да класс вообще конечно все отсюда начинаются уже все вот эти как называют господи все пока поднялся забыл тропы короче экологические ой здесь животных мучают птицы павлины орлы бедолаги а сюда можно вот подъехать вообще на машине прям сюда и отсюда уже начать путешествовать по тропам а ну вот то что мы там снизу видели национальный парк кисловодский чё пойдем спускаться с нам это не роста смирять стыда роста площади а вот памятник нищему видимо как раз тому нищему с кем как его зовут шаляпин да с кем пел прикиньте вот наверное это здесь было но кто точно знает ну-ка напишите угадали мы или нет вот кстати еще один питьевой источник номер пять тоже можно зайти попробовать водичку да этот нарзанный бювет но я не знаю ну короче вот у нас что-то нет прям желание кого-то пить я не знаю может после обеда настенка захочет сейчас мы у нее спросим хочешь нарзанчика попить да ну пойдем ладно ну ладно пойдем а то везде вообще пробовали да а у нас еще чё-то попробовать как-то это неправильно ну пойдемте короче нам везет они закрыты не знаю а чё здесь засел телефон были ну нет уже 15 минут ну все ладно короче не везет вот мы не знаем как на море но здесь например посмотрите везде повсюду просто стали расставлять развешивать чебурашек и матрешек это очень нравится раньше висели придурочные хагиваги которые реально очень просто дичь какая от нас и дети как вообще это истории не понимали но это реально как дичь вот а сейчас вот наши наши родные такие особенно матрешка не ночь чебурашка вообще божья но я коллекционировал у меня все было чем даже пряники и флешки и длина подобное заехали в магазин затарились продуктами друзья мои теперь мы отправляемся на самую красивую дорогу джилусу она вроде да называется возможно сейчас даже он нам откроется за вот этим вот леском но посмотрим пока мы его не увидим мы отсюда не уедем ну и конечно взямо если вы приезжаете кисломодск я рекомендую вам прокатиться по самой красивой дороге джиласу вот этот справа лесочек вообще в нем рекомендуют остановиться дикарьком хороший заезд это последняя точка где ловит интернет действительно сейчас проверил все у меня начинается гореть одна палка опа все они туда все походу мы дальше на сутки остаемся без интернета и до открываются вау дорога вроде нормально единственный в один участок был что прям это самом начале такой тук 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 там все на минус 1 едут вот а сейчас все все хорошо мне кажется вон там вот где облака там и будет уже эльбрус но как я уже и говорил чтобы его увидеть нужна ясная погода утро либо либо это будет вечер на закате посмотрим потому что вот такая же история действовала у нас в армении с араратом вот его вообще никогда не видно вот только на рассвете и только вечером минут наверное 10 может быть 15 едем пока ничего особенного мы пока прям поднялись прям так конкретно вот ну а здесь ничего нету как будто мы едем высоко в поле ну и облачно я думаю что где-то вот каких-то одних из облаков и скрывается эльбрус да спрятался сейчас висела табличка молодитель опасный участок обязательно вот видите опасный спуск тормози двигателем проверь тормоза короче затяжные сейчас будут спуски нужно быть предельно внимательно морить как облака стелят от мы оттуда спускались сейчас вот короче вниз 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 а потом как я понимаю нам нужно снова подниматься вверх 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 короче мы сначала конкретно вообще поднялись наверх вот прям до облаков а теперь прям конкретно конкретно спускаемся вниз просто на тормозе знаете я дешевле да уж а где смотровые это кстати долина нарзанов началась горячих источников я так понимаю вот так преодолели мы долину нарзанов и теперь начинается вот снова снова подъем куда-то мы сейчас будем забираться вот но вот эти вот горы мы двинулись дальше сторону джиллсу и короче какой-то момент вообще мы проваливаемся опять снова вниз или груз вообще не видно вот вообще все мы как бы в низи не едем мы пытаемся найти место которое очень красивая с видом на эльбрус такая там дорога должна быть очень интересная конечно серпантины как всегда с подъемами мы друзья мои ехали ехали нашли то самое место откуда потрясающе открывается эльбрус и дорога смотрите гляньте здесь так прикольно люди останавливаются видимо и выкладывают такие вот пирамидки из камней гляньте как это красиво смотрится их здесь огромное 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 количество вот посмотрите сейчас развернусь гляньте просто все усыпано этими камнями эти как классно ему там вот прям большие здорово здесь короче прям фото локейшн вот где как и не с видом на эльбрус можно здравствуйте здравствуйте будете в нашем выпуск все привет передавать все мы уже вернулись что мы в альбре не сейчас нечего вот так вот в каком месте красиво и и и и и и и и и В общем, друзья, мы эту фотозону Мы тоже отметим у нас в телеге Вот это у нас тут пробка Не, ну а как-то что? Они будут тут идти вообще до бесконечности Телядочки, Горозия Такие красивые все, рыжие Проходим, проходим, отходим Давайте, давайте, давайте Приезжаться правее, ребятки Приезжаться правее Вот это да! Вот это да! Тук-тук-тук, тук-тук, тук-тук Искорено бежит Нифига их как много В Кисловодске есть очень интересная локация Называется Гора Кольцо или Скала Кольцо Именно там мы хотим завершить выпуск Это последнее, что мы здесь Посмотрим Так что сейчас вместе с вами отправляемся туда Ну и конечно же как без пробок в городах Жесть какая-то, ну ладно В любом случае почти доехали Мы приехали Выглядит конечно прикольно Пойдемте посмотрим Сюда подъем такой Нехилый Ну и собственно вот она вся красота Че мы сюда идем Вот это вот слева видите как будто глаза и нос А вот справа Но мы пока это не видим Там как раз сквозное отверстие Почему и называется Кольцо И это мы только на полпути Жесткий подъемчик Ой-ой-ой Еще и ветер бьет Усложняет И еще и Главный путешественник Вот Едет на мне Да Мироша? Ну вот оно собственно То самое кольцо Можно с одной стороны посмотреть Можно с другой Ну вот оно Да Там и пролет прикольный кстати сделать Но мне кажется интереснее вид открывается оттуда С той стороны Потому что вот на весь город будет вид На весь Кисловодск И вот с этой стороны Здесь еще вот куча пещер Так Пойдемте попробуем Мы забурились в пещеру Поднялись Так себе подъем конечно Да Так Вот Вторая пещера Так Так Здесь видите такие Природные лестницы Ну и вот оно Само кольцо Прикольно Пойдемте посмотрим Поближе И вид какой Ну и вот весь вид Да Отсюда прям прикольней Прикольно Еще по А налью Фух Со Вы Как Эти Пишите их в комментариях, не забывайте подписаться на канал, ставить лайк и подписаться на канал.